Здравствуйте! Сегодня я хотела бы поднять вопрос о пользе этилового спирта. Да, именно его. И причиной этому стало то, что ранее у меня было на канале выпущено видео о пользе этилового спирта в качестве полуспиртового компресса при лактостазе мастите во время грудного скармливания. И пошли такие комментарии, что якобы это влияет на выработку молока, на выработку окситоцина в организме у женщины и якобы молоко уменьшается. Есть такие несколько у меня комментариев, но я думаю, они не совсем честные, потому что понятно, что есть люди, которые зарабатывают на этом и очень хорошие деньги. А я сегодня объясню, почему все-таки это не так, почему вреда при полуспиртовом компрессе не будет. Первое, это то, что у меня, я лично себе хотя бы, да, проверила, что у меня было с первым ребенком мастит. И никакие мне компрессики, там, никакие лепешки, никакие там капустные листы, ничего мне не помогло. И я не знала метод полуспиртового компресса, мне порезали грудь, у меня был гной, и это была неприятная история. Второй раз, когда я забеременела, мне очень повезло, что приехал медик, который посоветовал именно этот метод. Медик, я уточню. И я забыла, что такое проблема с грудью. У меня в течение суток прошел мастит, и я спокойно дальше кормила своего ребенка. До полутора лет у меня не было уменьшения молока, у меня его добыло достаточно. И я бы кормила дальше, если бы у меня не случилась третья беременность. При рождении третьего ребенка у меня был трижды мастит, он у меня начинался сразу где-то после родов первый раз. В первые дни кормления я удачно тоже за пару часов буквально компрессом исправила ситуацию, я уже была опытная в этом деле. Второй раз и третий раз, там промежутки были где-то, может быть, месяц, еще я делала такие компрессы, и все. Я кормила ребенка практически до двух лет, я хватала молока, я ничем его не докармливала. До года мы вообще ничего не хотели, кроме маминого молока. Поэтому те, кто говорят, что это как-то влияет на лактацию, я попросила бы как-то аргументировать более основательно, потому что те женщины, которые пользовались моим методом, тоже поняли, что это не так. И количество хороших комментариев, благодарности, количество даже лайков по отношению к дизлайкам, само себе что-то говорит. И я бы хотела впредь тех женщин, которые пользуются моим методом, попросить все-таки, пишите комментарии, пишите, как вам помог этот компресс. Если не помог, то при каких обстоятельствах. Возможно, у вас действительно уже был запущенный гнойный мастит. Возможно, уже было поздно спасать грудь. Мне само это очень интересно, и я продолжаю следить за каждым вашим комментарием. И, в принципе, тема пользы спирта для организма для меня имеет большое значение. Почему? Потому что я сталкивалась с лечением многих проблем в организме именно с помощью спирта. Ну, конечно, не касаемо приема внутрь. Я сама еще раз говорю вам, более 10 лет не употребляю спиртного и никому не советую, потому что, как бы ни было, спирт – это довольно-таки токсичный наркотик, как бы его ни называли. Поэтому наркотические вещества нужно применять только действительно по назначению. И в определенных случаях, в которых интернета, я нашла статью Светланы Борисовны, которая является старшей медсестрой московского медика консультационного центра ФОРА+. Распечатала ее, вот хочу вам ее зачитать здесь кратенько. Действительно, о применении спирта во многих сферах описывается. Я оставлю ссылочку на эту статью, чтобы не быть голословной. И поехали, давайте я вам зачитаю. И кто-то, может быть, знает еще свои способы применения. Пишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Я думаю, нашим зрителям также. Спирт бывает разным. В медицине применяется очищенный 96-70% этиловый спирт. Этанол. Он так и называется, медицинский. А вот технический спирт категорически нельзя использовать для лечения. Даже при наружном применении. Могут быть ожоги. А если спирт всосется, то и отравление. Всасываемость спирта всем, наверное, известно. Даже через кожу он попадает в организм. Да, он очень быстро рассасывается. Сам алкоголь испаряется. Но именно отравляющие вещества, если это технический спирт, они остаются в организме. Спирт можно заменить водкой. Но настоящий, не суррогатный. Полезнейшее свойство спирта – уничтожение инфекции, как правило, бактериальной. Другое, не менее важное – дубление кожи. Спирт закрывает кожные поры и не дает микробам выбраться наружу. Благодаря этим свойствам его применяют для обеззараживания ран, ссадин и царапин. И если вы случайно порезались, а под рукой нет ничего, то совсем не обязательно бежать в аптеку. Место повреждения можно обработать спиртом или водкой. Часто при бритье или выщипывании бровей на коже появляются микротравмы. То есть повреждения, невидимые глазом. Советую до и после бритья обрабатывать кожу 70% спиртом. И на следующее утро вам уже не придется лицезреть противные прыщи на месте удаления волос. Не обойтись без спирта при лечении фурункула и панориция – гнойное воспаление пальца. Если в первые-вторые сутки сделать компресс с водкой или наполовину разведенным 96% спиртом, то гнойник не образуется, расширяет сосуды, ускоряя кровоток. Этанол рассосет воспаление. Не следует отказываться от спирта и при уже созревшем гнойнике. Хорошо вытягивают гной многослойные повязки из нескольких слоев марли. Пропитанных разными лекарственными препаратами и спиртом. Вот пример такой повязки. Первая – марлевая салфетка с мазью Вишневского. А сверху на нее накладывают салфетку, смоченную 40% спиртом. При рожественном воспалении мази вообще противопоказаны. И кожу надо обрабатывать только 70% спиртом. Тогда воспаление не будет распространяться внутрь. Втрое разбавленный 96% спирт полезно закапывать в среднее ухо. Если начать это делать сразу, можно предотвратить гнойный отит. Здесь я сделаю такое отступление свое. Лечу своих детей при ушном отите, при воспалении ушка только камфорным спиртом. Кто смотрит мои видео регулярно и полностью, те знают, о чем я уже говорю. А те, кто не видел моих рекомендаций, то хочу поделиться с вами сейчас. Делается ватный тампончик со спиртом камфорным. Отжимается, хорошо вставляется в ушной проход. И за несколько буквально минут боль и воспаление проходит. За несколько минут обрабатывает. Мало кто знает, что спирт – это отличное жаропонижающее средство. В домашних условиях он поможет снизить температуру грудным детям и больным с рвотой. Обратите внимание, грудным детям. Почему? Потому что это наружное применение. Ничего страшного для грудных детей это не несет. Сам спирт по себе испаряется очень быстро с поверхности кожи. И вот как поясняет дальше. Разотрите спиртом спину и грудь своему пациенту, но не накрывайте его одеялом. Этанол быстро испарится и снизит температуру кожи и организма в целом. При ожогах сразу же обработайте кожу спиртом. Быстро испаряясь, он охладит поверхность, уменьшит боль. Главное – предотвратить образование пузырей. При не только ожогах, но и при обморожении, при переохлаждении. Растираться спиртом рекомендуют. Но свойство спирта – противошоковое. Он действует на организм как наркоз. И при травме, когда под рукой нет обезболивающих препаратов, человека выручит полстакана разведенного спирта. Любые полезные травы, настоянные на водке или спирте, действуют на организм сильнее, чем отвары и настои. Спирт необходим для приготовления домашних лосьонов. Дело в том, что при приготовлении травяных настоев на спирту, сам спирт действует как проводник в организме. И попадая вовнутрь, он быстрее доводит до нужного нам органа полезные свойства трав. Именно то, что мы хотим добиться от лекарства. Ну а если вы сами, не прибегая к услугам медиков, делаете уколы и ставите банки, то без спирта вам не обойтись. И в цех, особенно когда ставятся уколы в мышечную зону, появляются часто шишки. Вот эти шишки как раз рассасываются при полуспиртовом компрессе очень хорошо, так же как при лактостазе. И буквально за ночь вы можете гораздо себе облегчить лечение. Метиловый спирт по запаху и вкусу трудно отличить от этилова. Он чрезвычайно опасен. В лучшем случае приведет к слепоте, а в худшем к летальному исходу. Но не только к слепоте, но еще и к глухоте, еще и к нарушению нервной системы. Это присущиеся руки, конечности. Это нарушение работы внутренних органов, сосудов. И в принципе, как мы знаем, самое такое последствие это смерть. Спасти человека можно только единственным способом. Это этиловым спиртом. Как пишется у нас в статье. Но в данном случае, в настоящее время, уже есть еще один способ. Это уже есть противоядие. И оно действует гораздо лучше, чем этиловый спирт. Проведены определенные исследования. И я вам напишу это противоядие в описании к видео. Сейчас я вам так не скажу по памяти. И самый этиловый спирт, чтобы он помог, нужно до 90 часов поддерживать концентрацию в крови этилового спирта до 1 милипромилля. Это очень большая доза, и поэтому часто просто людей спасти не удается. На сегодня, в принципе, все, что я вам хотела рассказать. Конечно, способов применения по спирту гораздо больше, чем описывается даже тут. Многие, я думаю, знают о них. И я еще раз прошу, пишите в своих комментариях, что вы знаете, каких полезных свойствах. Конечно же, не чрезмерный прием внутрь. Тут пользы никакой не будет у нас. Все-таки это действительно сильнодействующее наркотическое вещество. Кому интересно, я предлагаю подписаться. Дальше я хочу выпустить видео о вреде спирта. Потому что мы знаем, как есть польза этилового спирта. Также есть другая сторона. Это вред этилового спирта. По таким вещам я, наверное, расскажу в следующем видео уже. А сейчас до свидания. Будьте здоровы!